Сейчас я решил всех активных подписчиков канала Сурублева собрать на одном месте, чтобы встретиться, познакомиться, пообщаться, обсудить наши уже трясающие темы по рыбалке, обсудить это все и заодно и вручить всем подарки. Вручить всем подарки, потому что 9 человек участвовало, ну что там 9 подарков? А то я думал, что учат 3, потом еще 3, это все ерунда. Ну да, уже всем вручать подарки, тем более под Новый год надо, чтобы Дедушка Мороз всем дал подарки, правильно? Сразу у людей улучшат настроение. И вот подарки, я буду отвечать, посмотри, когда мы все это съедим. Вот пока не сидим, значит никто никуда не уходит. Никто никуда не уходит, и подарков вручить. Ну что, ты, приятного всем гита. Ну мне понравилось, я хотел тебе писать комментарии в последнем видео, я вот только мы сидели с ребятами, я им рассказывал. Это какая-то штука? Ну да, вот это штука. Я говорю, Саня Александрович. Я заказал мне, да-да-да. Я в этом плане, я говорю, у тебя есть, я помню, что я когда-то позвонил, говорю, Саня, ты там в одном видео все рассказал. Ты говоришь, только я тебе рассказал по поводу сахара. Я говорю, помимо всего, ну как бы, я считаю, как бы ты там не копил, да? Какие-то навыки, я повторюсь немножко. Для этого нужен фаст. Ну, согласен. Ну, вот скажи мне, вот ты сейчас начал снимать этот YouTube-канал. Хорошо, а раньше ты же рыбачил, занимался рыбалкой или нет? Вы понимаете, я раньше 30 лет служил в армии. Военных. 30 лет. Ну, я ездил с военными рыбалкой. Короче, ну ладно. Лучше бы я не ездил. Это опасно. Луточки не брать. Луточки не брать, зомболита не брать, автобусы не брать. Я увидел первый раз. Я думаю, что тяжело в армии, тяжело в армии. Ты когда вырываешься на рыбалку, это такое счастье. Ты так отдыхаешь душой, телом, мыслями, то есть все. Отключаешься. Отключаешься до этого всего. Особенно, когда идешь просто. Когда выезжаешь, и ждешь, когда будет рыбалка, а оно раз на неделю не получается. Какая-то там комиссия, проверки, все дела. Раз еще до недели, опять без выходных. Да что ж такое, елки-палки. А потом опять вырываешься на рыбалку. Я понял, что нужно. Вышла на пенсию, надо уже кайфовать. Я тоже надеюсь, что моя пенсия будет дольше, чем твоя. Я думаю, до этого времени я наберусь опыта хотя бы. Именно по поводу рыбалки. Самая большая проблема для рыбаков сейчас найти место. Особенно август, сентябрь. Просто нереально. Мы несколько раз проезжали. Весь берег проезжали и уже ехали. В Молдавию заезжали, там ловили. На Либане, Днестровском, круглый год. Записи с первого. Здесь на кроме зимой тяжело. Знаешь какой у них принцип? Они дело в том, что даже если на работе или не на работе, они от один от другого передают. Не важно, они заменяются. И поэтому нету местов. Из-за этого? Забронировано. Что у меня такое? Днестр, это единственное место, где осталась бесплатная рыбала. Да. Я помню 10 лет, 15 лет назад. Вообще никого не было. Так мы искали Галявину. Мы вот так 20 км. Только вот этот промежуток накатывали легковой машин. Просто мы Галявина. Не оттого, что людей было много. А сейчас что? Выкашено? Подойти не маг где в воде. Именно поэтому я себе купил лодку. Она уже пришла. И следующий год у меня рыбалка будет с лодкой. На том берегу. Потому что невозможно. Но поехал с друзьями. Там взяли девочек. Ну хотим отдохнуть. Понятно. Улочки закинуть, шашлычок пожарить. Негде. Просто негде. Дошло до абсурда. Там есть на 51 км. С правой стороны река. А с левой стороны канал. Если знаете. Не нашли места. И стали карасик этого ловить. Блин. Песчастного. Надо снять видео. Как я варил укуль. Ну приезжаем. Короче. Где-то. После обеда. Это где-то. С начала сентября. Где-то. Конец августа. Где-то такое время. Ну. Надо же поймать рыбу. Для того, чтобы сварить укуль. Блин. Не клюет. Не клюет. Уже солнце как-то. Садится уже. Не клюет. Ну. Наконец-то мы вали карася. Уже отсадится солнце вообще. Ну ладно. Короче. Давай. Варим укуль карася. Один карась. Две картошки. Там луковица. Морковка. Я вам рассказываю о том, что надо. Там почистить. Вот. Будем варить из карася. Смотрю. Мои оператор с ними так. Клюет. Что? Что он показывает? Потом смотрю. Удилище вот так вот дошло. Уже. Клюет. Чуть не упал. И. Бегом туда. Раз. Карп. Фу. Думаю. Ну все. Теперь у нас будет царская уха. Уже все. Карп. Все нормально. Уже карпа того. Чик-чик-чик. Подтрашили. С ним снимаем видео. Как я там говорю. Вот. Сейчас варим. То и все. Добавляем перец. Лук. Лавровый лист. По-моему опять. Мои мое. Еще одного карпа. А ты уже второй серий. Классно. Так поварили. Зацепились мы. Ну я же не думал что он тоже рыбак. Он мне как начал рассказывать. По два по три килограмма на Днепре ляжь. Я не представляю. Что такую махину вытянут. Именно леща. Потому что. Вот это я. Что вы пишете как лапы. Да. Ну интересно. Сегодня стою в рыбацком магазине, и ей все леклёво. Скажи, он есть? Потому что мне все задают вопрос. Будет, будет. Заходит женщина и говорит, здравствуйте, у вас есть рыбацкие сапоги в розы 36-го размера? Как 36-го? Ну мужики там рыбачки, ну 41-й, ну 43-й. Говорит, да я на себя. Что рыбачка? Да, Александр, я вас тоже смотрю. Это женщина рассказывает. Я стою между рыбаками, у одного 10 унилища, у второго 10 унилища. Я луночку, два унилища. Она когда найдет рыбач, ее все рыбаки пропускают. Вот дают луночку, дают. Говорит, а где ваш муж? А я сама скажу, а что? Потому что лес не найти, только лунку одну. А мне, блин, больше луночки не нужно. Говорит, все было мне больше, чем слева и справа. Да ладно. Короче, я рассмотрелся в ваших видео. Ну я тебе скажу, Сань, это... Хоп-хоп-хоп, мужики с такими глазами, ё-м-моё. Это действительно работает. Я приезжаю. Я приезжаю, там, ну, к прикормочке покиню. Вот это прикорм. Я приезжаю, вот такие вот две бакки с кукурузой. Два метра гороха, мешок макухи. На сутки ездят. Или, ребята, что? Потом жалуются, почему шли бы не криво. Как раньше было. Взял бусом ветки, отломал от дерева. Наконец прицепил леску, крючок и грузик. Я с тобой согласен. Сейчас заходишь в магазин, ты просто не успеваешь изучать вот эти вот все новые свасти. И поводки короче, длитнее. Я рыбачил, ну, старый порт. Приехал мужик с сорок второго километра. И там, ну там, где его рыбачить. И там один мужик, ну, приехал, а там он не клюет вообще. Все сидят, вот тупо сидят, не клюет. Он говорит, пошел один с ластами, ну, в общем, там, подводное ружье. Я слышу один стучок. Он говорит, там, ребята, у него, ребята, вот такой слой гороха, кукурузы под первой бровкой. Что вы хотите? Каждый приехал с ведром, выкинул. Да, да, да. А там же идет друг друга меняют. Каждый приезжает с ведром. Вы говорите, нехорошо и слава богу, пусть кушали. Нет, никто же не против. Я говорю, информацию тура. Нормально, нормально. А то, когда выбирают по сорок, по пятьдесят, по сто, блин. Это что, нормально? Потому что раньше любой рыбхоз, любое хозяйство, там, колхоз, не важно. Они кормили рыбу, они ее плодили, ну, заводили, завозили. Сейчас этого никто не делает. Я тебе говорю, при наличии вот этой кормовой базы и того, что в этом году попал этот карп, вот этот килошный, попал на Днестр. Я говорю, если бы просто раздержались бы. Не важно рыбаки, мы не столько ее поймали, сколько ловят цветами. Я всегда так говорю. Поверь мне, через два-три года не то, что нам и нашим детям бы хватило. К самому приятному моменту нашей встречи. Друзья, во-первых, хотел бы вас поблагодарить о том, что вы активно поучаствовали в жизни канала «Всё для клёва». Мне очень приятно, что такие люди есть. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем и встречаться на рыбалке, и можно даже какие-то групповые поездки съездить. И на канале друг друга видим, и можно как-то тоже поучаствовать в конкурсе, потому что это будет не крайний конкурс, а будет чуть дальше конкурс. Поэтому большое вам всем спасибо. Это во-первых. Спасибо всем подписчикам, которые тоже голосовали, были активными и в общем 600 комментариев. И спасибо вам большое за участие в жизни нашего канала. Огромное вам спасибо. Ну а теперь подведем итог. Значит, третье место получил у нас Валерий. Безусловно, поэтому ему, как и обещалось, вида 40А, катушка. Железная, мощная, хорошая подшипника. То, что надо. Значит, второе место у нас получил... Второе место у нас получил Иван тоже своими кормушками. Поэтому я ему вручаю. Ваня! Ваня лучший! Спасибо большое. Вот. И первое место у нас получил Алексей. Алексей со своей кашей гороховой. Кашей, это вот. Да, всех покорил там. Кто как было, все за него. Очень многие, очень многие голосовали вот именно за твои слова. Потому что ты не просто сказал, вернее, показал свою кормушку, но и сказал о том, что ребята, кормите, пусть карп кушает. Ну, классно же, когда вот мы там все ловим, убирайте мусор. Вот это тоже очень важно. Пора уже за 40 думать о наших детях. Вон, представитель детства, молодежи будет, он будет уже продолжать. Мы должны думать о них, понимаешь? И хотелось бы всем вручить тоже подшительные призы. Катушка на 5 подшильниках. Кобла ЦБ 540. Она у меня стоит как резервная. Я ее всегда беру с собой. Ну, честно говоря, не ломается. Вообще не ломается. Вот такой он, как вот крокодил, мощный, что можно с ним ездить тысячу лет на рыбалку и ничего с ним не будет. Вот тоже самое. Отдевать вас. Это вам. Спасибо. Всем привет. Вот он. Валерий, вам. Спасибо. Честно говоря, я, вот я бы проголосовал, вот дал бы одно из призовых мест Роману. Из него очень классные идеи с пробкой с подшипранском, ну просто супер. Просто супер. После Нового года. Да. Все запасать. Забирать, да? В каждой семье. Короче, Рома, мы собираем пробки, отсылаем к тебе, ты за мной сделай все. Спасибо. Потому что у меня на каждое... Честно, вот... Так, и еще один маленький момент. Андрей, который у нас с «Люмия» снимал видео, вот эти... Не «Люмия», «Люмия», вот это, вы видели, да? Лампочки. Да, да. Короче, оказывается, подписчик канала, Андрей, он был со мной на рыбалке, если вы видели там... Было одно видео. Ну, можете посмотреть вот здесь вот, сверху, видео. Оказывается, он является представителем фирмы «Люмия». И вам, короче, это... За рекламу, да? О, полная сумка этих лампочек. Красавчик. Красавчик. И «Люмия», и «Люмия». Так. Все, вы пользуете их продукцией. Молодец, молодец. Спасибо большое. Все, Андрей, спасибо. Ребят, я нашего общего имени хотел бы сказать, вот, поблагодарить Александра, что, действительно, он создал такой канал, который объединяет вокруг себя, хороших людей, людей, которые увлекаются рыбалкой. Это, действительно, очень хороший опыт, который он передает нам. Потому что, например, когда ты не знаешь, как это делать, что? Ты берешь, ты включаешь Александр канал, на пальцах объясняется, приезжаешь на реку и, действительно, оно работает, оно получается. И вот, в принципе, младшее поколение, которое растет, приезжая на рыбалку, все, горох закидывают. Папа, клюет, клюет, давай. Вот, ради этого здорово. Алексей, пару слов нашим подписчикам. Подписчики, подписывайтесь на канал. Они уже подписаны. Экспериментируйте. Присылайте. В принципе, присылайте видео, делитесь, объединяйтесь вокруг канала, действительно. Спасибо. Ура. Спасибо, Александру. Да, ура. Спасибо. Очень много у вас полезных видео. У нас все делятся. Не только те, кто собрались за этим столом, но и все ваши подписчики. Рыбачки с магазином. Все для Лёва. В следующем году. Пора вас рекламируют. Теперь моя очередь. Ну, теперь да. Я тут все, мол, у вас батарейки не хватает. Я извиняюсь. Всех я. С наступающим Новым Годом. Канал Все для Клёва. Ребята, я вам честно скажу. Он, Александр, может, что-то там урезал с моего видео, которое мы разыгрывались. Но, тем не менее, я много гонялся по вот этим Ютубом. Все рассматривал. Я не рекламу его сайта или его канала. Я вам скажу. Вот один человек, который в Одессе и области поделился своими секретами. И делится не только с молодежью, а со всеми. Это самое главное. Делиться не жлобиться на реке. Рассказывать о том, что. Потому что, ну, я считаю, что если есть старшие люди, они должны передавать опыт молодежи. И учить их всему тому, что они знают. С собой это не заберешь, а детям будет приятно. И когда он приедет на реку и будет немножко уже понимать, что он делает. Вот это самое главное. Для этого мы растим наше будущее поколение. Вот эту молодежь. Чтобы передавать им свои знания. И я вам скажу. Ваня хватит. С магазином все так клево. Это супер. Эти катушки, я вам честно говорю, в этом году ловил на них. Они очень продуктивные, хорошие, практичные. Самое главное. А вот это мне сейчас будет жаба давить. Я себе куплю такую. Давай поменяемся. У меня уже весь такой арсенал будет с этих катушек. Я извиняюсь. С Новым годом всех. Удачи всем на рыбалке и в жизни. Здрасьте. Меня зовут Дмитрий. Поздравляю всех с наступающим. Спасибо Александру, что всех собрал. Накормил. Раздал призы. Пообщались. И такой еще совет для рыбаков. Убирайте после себя, пожалуйста, после рыбалки. Потому что рыбалка начинается с того, что приезжаешь, собираешь этот мусор, сжигаешь его. Но потом... Вроде бы все. Всем факты. Пока-пока. Все правильно. Молодец. Всех с наступающим Новым годом. Хороших праздников. Спасибо Александру. Я давно мечтал именно познакомиться на живой. Как не мог прийти способ? Ну как это сделать? Вы думаете? Пойду в конкурс. В конкурс. Потому что вот, как вы говорили, я смотрю, я один, наверное, из первых подписчиков вашего канала. Я знаю все. Значит, хочу всем пожелать хорошей рыбалки. Рыбачьте с нами. Рыбачьте лучше нас. Всегда у вас будет. Больших трофеев в следующем году. Хороших трофеев. Рыбачьте. Рыбачьте. Смотрите канал. Все, бля, клево. Спасибо. Здорово. Валерий. Меня также зовут Валерий. Мы, оказывается, два тезки. Спасибо каналу. Спасибо, что умеют собирать такие компании. Это очень большое. И главное на сегодняшний день. Всем, как говорится, удачи и здоровья в этом году. Не хваста, не чешуи. Мы с вами. Ребята, всех с наступающим Новым Годом. С Рождеством Крестовым. Отдельный привет тем, кто любит зимнюю рыбалку. Я не зимний рыбак. А с остальными увидимся уже в следующем сезоне. Пока. Я как-нибудь коротко. Всех с Новым Годом, с Рождеством. Всем не хваста, не чешуи. Ну, я знаю. Друзья, ну, как исключительное слово, я хотел бы всех поздравить действительно с наступающим Новым Годом. Рождеством Крестовым. Пожелать вам всем крепчайшего здоровья. Потому что главное в этой жизни здоровье. И я вам скажу еще один маленький секрет. Вот сейчас точный секрет. Друзья, делитесь. Делитесь всем, что у вас есть. Вы понимаете? Дайте лишнюю копейку бездомному. Дайте кусок хлеба кому-то. Подарите что-то просто от себя. Возьмите кусочек, отравите и дайте. Вот Боженька вам даст в 10 раз больше. Я вам честно говорю. Я вот так поступаю, потому что я это знаю не просто. Это реально так действует. Вот только так в жизни можно выжить. Делясь со всеми и секретами, и тем, что ты имеешь. Подписываешься на страницу в фейсбуке. Все для клево. В чем преимущество этой страницы? В том, что можно там делиться и фотографиями, и живым общением. То есть можно позвонить сразу друг другу. Те, кто подписан на страницу все для клево, могут между собой общаться. Показывать свои уловы. Рассказывать о них. Показывать видео. То есть очень широкий спектр любого общения. Поэтому буду рад вашей подписке. Ну, вы были на канале «Все для клево». У нас осталось теперь сделать только одно групповое фото. И на этом будем прощаться. Всем удачи, всего хорошего. Встретив с Наргалки. Пока. Все. Встретили. 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 Продолжение следует...